где мы приехали за инкубатором вот деловые линии главы и линии вот у нас инкубатор но так скажем есть косички конечно по корпусу в плане там потертостей ну нам и говорили что он постоял как бы тут как говорится мы были в курсе вот еще сзади лоточки у нас стоят выводные сейчас мы все это дело закрепим и поедем я растянул вот палец там между бортами и так было перекинул через него сверху покрывалом до закрыл до корпус не попортить все едем плавец валя всем привет ну что поговорим об инкубаторах как мы выбирали какие критерии критерии основные основной один это стоимость как и у многих но нет на самом деле хочется взять все таки инкубаторами железа нет не за любые хочется за малые деньги взять хороший агрегат будем надеяться что у нас получилось так смотрите сначала по выбору какие варианты рассматривали вообще две концепции давайте сначала какие критерии что важно для нас было важно чтобы это был универсальный наверное все таки инкубатор в котором можно было и предварительные делать инкубацию и вывод вот значит второй критерий это цена соответственно да не очень а размер до размер размер мы хотели на две коробки оба 700 720 яиц это может быть 680 не принципиально примерно когда у нас есть блинцы если что мы могли туда часть положить ну короче да около двух коробок 800 700 вот это значит второй критерий какой еще критерий желательно чтобы он легко достаточно надо выкатные тележки предпочтительные были нам но две конструкции я читал короче это самая форума фермеру тот же да по инкубатором смотрел на ю тубе в общем как я понимаю я могу ошибаться я в инкубаторах 0 полный пока надеюсь что исправлюсь значит что инкубаторы есть как назовем их прямого надува когда вентилятор стоит в инкубационной камере да есть инкубатор и спать панелью где воздух прогоняется снизу снизу верши до или наоборот или нет сверху вниз наверно да но вы уж меня знаете короче за фальш панели он прогоняется там стоят нагревательные элементы нагревает и выдувается через вентиляционные решетки в камеру как я понял как я понял опять как я прочитал что у такой конструкции есть проблемы во первых это неравномерность нагрева по инкубационной камере и вторая проблема это во второй половине инкубации когда яйцо отдает тепло уже нагревается на проблем на снимать это тепло с яйца да как бы вот за счет того что нету прямого обдува скажем так хотя и вентиляция как бы присутствует да вот нам тоже писали в общем ну короче говоря для себя за эталон на тот момент я взял кубатор крафчика бориса да все знаете прекрасно мульти лайф вот как даже инженерным взглядом по аккуратности исполнения повод техническим решением было понятно что это хороший агрегат и соответственно отзывы в интернете и мы спрашивали у наших подписчиков кто их использует все довольны были все были довольны поэтому первое на что мы замахнулись это на мульти лайф но это самое там неподъемная цена для нас было мы писали расскажи мы писали варису графчику письмо мы просили инкубатора с учетом что мы возьмем его на обзор и может быть это будет какой-то инкубатор и выставочный образец и чтобы он нас сориентировал по цене и для начала хотели узнать хотя бы приблизительно какая стоимость у этих агрегатов говорят дорого-дорого но это же не цена это дорого а дорого и сколько дорого надо узнать сколько дорого короче мы ему написали человек нам ответил очень быстро силу своей занятости даже была удивлена вспомни сразу написал нам ответ что на канале фермеру да и его да получено обзоры смысл такой принципе это и ожидаемо было что инкубатор мульти лайф рекламе не нуждается понятно всем да это как бы и у них есть основной рекламщик скажем так фермеру на котором постоянно периодически выходят обзоры его вот агрегатов этих до оборудования и второй момент что у этого инкубатора что я хотела выставка он на выставке не участвует и выставочных или уцененных образцов у него нет да у него все образцы новые и стоят они по цене по цене но там смотрите у него есть вариант который позволяет делать последовательную закладку по коробке да и выводить то есть с каким-то промежутком времени одну коробку закладываете да потом вторую потом выводите и вот так вот и вот так короче да у вас сколько участия 700 яиц в обороте находятся до получается вот это как получается объединенной и предварительно его в одной в одной камере да но не так чтобы вы полностью весь объем заложили потом весь объем вывели а вот так вот плавающий как бы чередовать да такой по моему делать не записал или 110 или 120 в этом районе может быть середина вот потом а инкубатор которая значит вот просто как мы рассчитывали на полную закладку двух коробок до заложил от инкубировал и вывел таких у него нет и универсальных чтобы они и были предварительные выводные у него нужно покупать предварительный на две коробки это 85000 и выводной 75000 вот то есть в принципе выводной берут она четыре на три на пять наверное можно до инкубатор предварительных он может обслужить вот так развивать закладку постоянно нам нам при при пришлось бы покупать и предварительные выводной как бы да но 160 тысяч это для нас очень дорого не сказал 75 я сказал 85 я сказал да вот поэтому как бы но не для нас вариант мы не потянем облизнулись на мульти life пошли дальше дальше стимулинг да на стимулинг пал выбор у стимулинг очень большие инкубатор промышленные практически да насколько я понимаю очень большие все самое минимальное это 1000 яиц он и он является и в 1 и предварительным но схема в том заключается что вы загружаете полностью все 1000 яиц на на предварительной а потом всю эту тысячу переключая режим инкубации выводить у них две тележки до выкатные то что нам надо было чтобы обслуживать мыть его было удобно тележка предварительные лотки или тележка выводные лотки вот закладка у него идет минимум половина это 500 яиц давай технический момент скажу потом скажу по цене и по всем этим моментам смотрите значит по техническим аспектам инкубатор огромный большой если кто видел у него камера большая да это мягко говоря здесь идут споры кто говорит что это неэффективное использование камеры кто говорит что наоборот это хорошо потому что больше воздуха лучше выводимость я здесь не могу ничего сказать не пробовал не знаю вот но размер у него большой реально огромный и чтобы привести его на портере мне нужно было снимать тент вверх короче он высоту не помещался он там два метра короче большой и весит он 250 кг то есть его разгрузить еще надо бригаду иметь вот а так в принципе по отзывам как мы понимаем достойное оборудование стимул делает вот мы смотрели вывезли их это с выставки зашла что со старой вообще-то но тем не менее описание их инкубаторов и в общем-то нареканий на них мы тоже не видели нигде поэтому мы на них смотрели цена у них студии инкубатор модель на тысячу лиц в принципе за такое количество железа недорого получается то есть там такой объем покупаешь в принципе за 100 9000 но нормально вот мы озвучивали им тоже о том что мы можем делать обзор на их инкубатор но знаете как и еще не сказали по цене 50 процентов они дают рассрочку то есть можно оплатить пол цены и потом через три месяца еще пол цены оплатить вот и скидку 6000 вот они предложили нам ну со ста 9 тысяч сами понимаете это ничего практически вот но мы тоже можем понять на самом деле обзор их инкубаторов на нашем канале не совсем может быть за аудитория мы с вами еще на тысячу может быть это для фермеров там для каких-то хозяйств как бы актуально потому что половина сезона как мы понимаем даже больше до половины года у нас он будет простаивать да вот с этим и почему еще отказались от этой идеи потому что закладка а минимум 50 процентов насколько я помню не сказали то есть нам зимой 500 из нам заложить а 500 из 500 цыплят зимой еще надо продать кому-то в общем может быть и продали бы мы не зарекались за не задавались но пока я думаю что мы к этому не очень готов может быть мы придем к этому инкубатору да но уже не в инкубатор на комнату поставим его как сезон весна-лето вот сюда прямо в гараж плюхнем да и посмотрим но так вот почему на этом инкубаторе не остановились во первых потому что он очень большой повторю потому что он очень тяжелый его разгружать надо это тоже загадковая природа как это сделать транспортная компания надо было ехать не дарит они там вот но съездить тоже начал вопрос но и мы не очень готовы на тысячу яиц и на 500 вне сезона и еще момент какой но мы короче отложили в заметках в принципе лежит как в эту самую поэтому если мы в принципе можем продолжить потому что насколько вот мне известно люди которые инкубации по подмосковью занимаются они очень часто с тем лунг используют как раз своих хозяйствах и все довольны и что еще немаловажно он под боком в пушкина находится то есть если сломался что там нужно съездить купить поменять вот пожалуйста не надо дергаться там где-то найти и так далее так все касаемо стимулом к дальше значит чтобы но мы рассматривали смотреть коснемся так мы рассматривали еще такие вот инкубаторы как норма рейс blitz база они однотипные приблизительно я могу сказать вот цены и на 625 на 130 яиц они идут а норма рейс стоит 49 567 blitz база 47 780 отзывы о них неоднозначные есть хорошие есть плохие но я просто рассматривал вот как бы под цены на сейчас на 20 до 20 года это сайт я брал вот как вы видите сейчас уже дальше пошли инкубаторы которые без там у меня процесс идет нормально охлаждение я буду отвлекаться да не нужно будет отойти значит смотрите это пошли уже инкубаторы которые мы рассматриваем уже с панелью до не прямого нагрева насколько я понимаю норма рейс новая база хотя вот о них могу ошибаться но дальше пойдут уже такие это допустим уфи барс нбф почему-то отказался от норма английский адрес база во первых их небо их не было вот так наличие на них там их под заказ надо было я сразу и потом мы даже мы писали тоже кстати говоря и норме мы писали норме еще до мы писали ово с предложением значит предоставить нам инкубаторы не за бесплатно возможно там по программе обзоров или как-то со скидкой или с рассрочкой или еще какие-то варианты чтобы нам предложили но нам значит ого не ответил вообще нового тоже понятно раскрученный уже инкубатор о нем все рассказал александр бай там да все адекватно все понятно и как бы кто захочет да кто захочет ово он может смотреть обзор александр и купить его по вполне как бы да уже там по полностью исчерпывающая информация есть зачем они предоставляют еще нам инкубатор чем нового расскажем ничего вот значит норме писали мы норма тоже раскрученный бренд blitz значит они сказали что пожалуйста покупайте делайте ставьте ссылку в описании ссылки по описании вы купили значит мы вам типа компенсируем что-то но нам это вообще не интересно зачем на это надо нам нужен куба тогда чтобы его показывать рабочий там они сутки они они не продавцом работать про рекламу сейчас расскажем вот мы дойдем до этого момента значит и давайте сразу скажем куда мы еще писали время инкубатор и делать там рязанская контора по моему тоже значит написали им нет ли у них инкубатор и желание предоставить на обзор там да может быть со скидкой может быть безвозмездно я не знаю мы никогда не сталкивались с этими делами до понятия не имеем как это делается вот они ответили нам что у них есть программа представления инкубаторов на обзор но сейчас уже они все заняты значит и поэтому к этому вопросу можем вернуться позже уже когда может быть когда-нибудь когда закончится сезон ну будем ждать надеяться нам почему бы не сравнить не сравнить вот с нашим допустим инкубатором да не посмотреть что это за агрегат аремиле противоречивые отзывы все знаете прекрасно кто-то хвалит кто-то ненавидит их прям буквально там есть такие ну риск благородный делаешь кто не рискует тут не пьешь шампанское особенно 560 яиц когда загубишь тогда шампанское пить год ну риск во всем есть что тут говорить где гарантии что то что мы купили тоже не сломается да перестань что там тестировать его короче ладно с ремилом вот значит такая ситуация кстати вот по цене у меня записано на стриме на 560 и 158 тыс так дальше дальше самое интересное пошло почему мы на 3 не отказались у нас в отсрочке до покупать мы его не не стали потому что не решились да потому что я говорю отзывы противоречивые так вот на обзор если за какую-то скидку там можно было бы рассмотреть такой вариант рискнуть яйцом да как звучит вот значит это самое а так еще рискнуть и деньгами а так просто так рискнуть яйцом желание особо нет поэтому значит дальше что мы смотрели мы дальше смотрели ну и бф конечно да вот все пишут почему не мбф там это самое мбф 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 во-первых спасибо александру шандрухину можно сказать смело потому что он много дает информации вообще по инкубации по инкубатор строения по всем этим вещам и мы думаем что делает достойные аппараты да много хороших отзывов о них но опять-таки вот система с панелью до говорит смущает о том что вот есть там говорят что неравномерный нагрев по камере и проблемы во второй значит половине инкубация вот с перегревом яйца я не знаю еще раз говорю не пробовали вот будет мбф прав попробуем расскажем вот значит мбф мы вот как-то знаете вот проскочили по той причине что у нас был такой злой умысел попробовать уфибарс сейчас скажу сейчас скажу когда мбф рассматривали мы подумали слушай давай убьем двух зайцев во-первых мы по сравнению с мбф сэкономим вот мбф 770 стоит допустим 73 тысячи рублей а уфибарс на 720 стоит 48 500 согласитесь ощутимая разница да конечно по мбф внешне даже другого качества видно но уфибарс почему нас заинтересовал мы в каком-то ролике говорили что нам предлагал уфибарс рекламу да мы отказались и в интернете нету ни рекламы уфибарс я не видел там независимого обзора до независимого не видел я обзора уфибарс поэтому мы решили рискнуть яйцом уже конкретно здесь мы рисковали лицом это понимали прекрасно уфибарс да вот чисто вот так вот по картинкам но там есть вопросы у меня есть вопросы везде да но вот прям там вообще конкретно да потому что как это сделано я имею виду но хорошо думаем давай попробуем заодно и будет независимый обзор на ю тубе да мы значит скажу вам заказали вы у дмитрия значит уфибарс но на счастье наша возможно дмитрия тоже нет ребят возможно отличный инкубатор мы так уже здесь шутим так сказать возможно отличный инкубатор значит но не сложилось мы его не приобрели можете приобретем кто знает да вот в общем короче говоря значит хотели уфибарс попробовать но я я значит смотрел один канал человека который делится информацией по производству инкубаторов он сам делает инкубаторы и подробности там все описывать я ему давно еще видел год назад наверное и здесь тоже натыкался ну как-то вроде не решался а потом алексей курнаков нам написал наш зритель нашего канала значит что вот типа обрати внимание и я так что-то это самое сел действительно посмотрел повнимательнее посмотрел вот ролики как аккуратно там человека электрику разводит а это показатель до всегда но в принципе создалось впечатление аккуратной работы исполнения аккуратного до его инкубаторов и в общем я так внимательно говорю посмотрел и лени говорю слушай посмотри мы можем взять у фибарс за 48 500 за 8 до 48 500 можем у фибарс взять но вот как вот по мне вот внешне как сделано даже по картинке мне нравится инкубатора владимира коробкова гораздо больше и короче говоря стоит он 51 тысячу отказались от уфибарса да и нет сначала я позвонил владимиру дам сначала связались позвонили мы владимиру он начал сказал что изготовление ему нужно три недели на сейчас сделать потом еще две недели в общем инкубатор у нас был бы не скоро мы расстроились расстроились уфибарс уже к нам уже наверно практически собирался ехать и тут что-то я буду беру еще не спросила может быть у меня есть какой-то другой вариант инкубатор там не на 700 и там может быть на какое-то другое количество готовый и вот он сказал что говорит у меня есть на 500 до на 500 значит яиц инкубатор хотите на 500 я группы на на 700 надо в общем он любезно согласился переделать корпуса у них одинаковые как он объяснил он переделал значит тележку до на 700 и вот нам короче прислал вот этот инкубатор через неделю наверное как мы заказали хотя обещал через 2 вот а перестал раньше стоит он ребят 51 тысячу это с мультилайфом сравнить три раза дешевле если бы предварительный и выводной или в два с лишним раза дешевле если брать вариант вот совмещенного предварительность выводным и если его сравнивать с уфибарсом уфибарс опять-таки может быть отличный инкубатор но здесь извиняюсь вот я даже здесь пометил смотрите вообще преимущество вот этого нашего инкубатора перед тем перед тем же мбфом далее уфибарсом как по одной схеме сделаны значит выкатная тележка вы можете выкатить помыть все на все на свете дезинфицировать спокойно закатить обратно предварительную либо в нашем случае поставить выводную там такая стойка с ящиками с выводными вытащить опять-таки все обработать это все понятно да вентилятор без фальш стены что как я понял ну это лучше в общем для параметров всех инкубации вот чем с фальш стеной второе преимущество но и третье вот нашим мощное увлажнение там два вентилятора стоит ванна большая с аэратором короче говоря с автодоливом воды вот это все ну и цена 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 исполнения вот допустим скажу вам так такой критерий по периметру вот по всем вот этим стыком до сопряжением сэндвич панели уголок алюминиевый идет где-то каких-то инкубаторах в лучшем случае силиконом замазано и шпателем хорошо так все аккуратно сделано а в каких то есть я видел и пеной монтажный запененный вот как бы это все видно и торчит блин но все равно но вот качество исполнения реки играла ключевую роль вот в восстановке на варианте вот тот который мы сейчас имеем касаемо этого инкубатора я спрашивал у владимира не спрашивала говорил что мы хотели бы показать его на канале на нашем да на что он сказал что нет проблем показывайте но скидку никакую я начни не могу дать вот на что мы сказали мы не об этом как бы спрашиваем понятно что цена ты инкубатор в любом случае гуманная да и не к этому вопрос вообще-то вот а вопрос к тому что вот сейчас знаете хочется о нем рассказать потому как человек на своем канале ссылочку на который мы внизу оставим в описании безвозмездно делится со всеми нами своим опытом и своими вот наработками в производстве вот этих инкубаторов подробнейшим образом там рассказывать вам как блоки подключать через какие ролики и схемы электропроводки там применить как что как сделать увлажнение как что покажу полностью вам дает видео инструкцию как вы сами можете у себя в гараже сделать инкубатор поэтому я считаю что он просто обязан рассказать об этом инкубаторе о таком человеке да без всяких яких там да получается но еще момент явно человек говорит своим делом пытается что выяснять какие-то логические мы не нахваливаем прежде временное его значит изделие у меня уже есть вопрос там по лоткам допустим по их аккуратность изготовления но это уже нюансы до которые допустим и не все равно но какому-то клиенту каком-то там скажем требовательному да он этот момент его огорчит как бы вот но я говорю что подробный уже обзор этого инкубатора сделаем когда яйцо какой-то у нас там выведется в нем он будет свободен какое-то время я смогу заснять внутренности там показать более подробностью это дело будем знать результат этого первых вывода самого во вторых мы сможем уже какие-то косяки уже увидим обзор независимый этого инкубатора с учетом тех недочетов которые мы видим может быть они и непосредственно производители будут полезны как отзыв просто как отзыв потребителя в чем нас были какие-то сложности или загвоздки может быть даже сразу это исправить но я думаю что у него обратно связь с клиентами которого не уже немало клиентов которые которые пользуются его оборудованием он поддерживает и уже сказали какие-то какие моменты на телефонные звонки на все такие моменты обращать внимание поэтому я думаю такой обзорчик будет полезен и вам полезен и ему полезен и нам полезен ну все в принципе мы рассказали что хотели какие вопросы будут свое мнение высказывайте в комментариях на и прошиваете кстати нас об инкубатор которые какие-то еще есть модели еще мы в принципе ничего особо об инкубаторах не знаем потому что мы пробовали вот только так скажем таблицы луперы и вот это наш до понимаю что сделать его несложно в принципе если есть время вот главное время время желания сделать его несложно так вот по конструктиву простое изделие относительно но я говорю что как обычно времени не бывает и поэтому мы приняли решение довериться профессионалам и первый хотя бы наш инкубатор приобрести чтобы понимать вообще что в нем должно и как быть или чего наоборот не должно быть да еще момент время надо не на производство инкубатор временно изучение тем до изучение тем больше до времени чем на производство даже сюда всего доброго пока